Как вам сказать-то? Привет, друзья! С вами Таня Старикова и это влог про путешествие, которое реально изменило мое сознание. Сейчас мы с вами разберемся, почему русских музыкантов так мало, почему все отправляют детей учиться в Лондон и в чем секрет успеха Адель, Гарри Стайлз и Фредди Меркьюри. Сейчас только сразу отвечу на вопрос, что я вообще там делала. В честь года музыки между Великобританией и Россией посольство пригласило нас в Лондон. И у нас с вами появилась нереальная возможность посмотреть, как учатся музыканты в Британии. Но она не сразу появилась. Сначала появился град. Поэтому давайте по порядку, окей? Короче, мне нужно взять себя в руки, потому что мы сегодня снимаем видос. Мы нашли чувака здесь, британца. Ой, мини-бар. Который учит русский язык и он ведет блог об этом. Всем привет! Сегодня я запил чай, извините, одну мнотушку. Честно говоря, я хочу спать. Короче, когда я выходила из дома... Была прямо... О май га... Вау! Вау! Отбирайте, я была в Брэмли. Ты учишься вместе с сыном Олега Казманова? Да. Очень-очень крутой мальчик. Да, как его зовут? Филипп. Филипп Казманов. Очень не смешная. Самое время вспомнить, что мы туда приехали для того, чтобы смотреть университеты. И сейчас я вам покажу первый. Начнем с БИМ. И, ребята, вас ждет шок. Потому что там, пока студенты учатся, их сразу обучают работать с индустрией. Вот имеешь ты вокал, и что тебе в этом с ним дальше делать? Как тебе писать имейлы агентам? Как ходить на кастинги? Как устраивать свое шоу? В течение года ставится много концертов. Музыкальные журналисты прямо там делают журнал. А Music Management это отдельный факультет. И еще каждый может взять дополнительный урок не по своей специальности. Например, условно гитарист может взять урок музыкального менеджмента. Короче, они разбираются, как работают все вот эти вот части индустрии. И мне кажется, что это как раз основная наша проблема. Потому что мы учим классных музыкантов, вокалистов, а индустрии нет. То есть, никому в голову даже не придет, пойду-ка я поучусь на музыкального агента. И пока у нас это не особо развито, можно учиться ездить за границу. Пока мы гуляли по этим поющим коридорам, у меня в голове сложилась полная картинка создания группы. Мы видели ребят, которые впервые вообще встретились, и ни одной песни нам не смогли сыграть вместе. А в соседней комнате к кастингу готовились чуваки, которые давно вместе выступают. А выпускников этого университета мы вообще все знаем, оказывается. Вот Элла Мэй, которая недавно подвинула Дрейка с первого места в чарте UK. А еще Джеймп Бэй. А это Том Уделл, у него в клипах снимался Кевин Спейс. И Эзра. И вот под его песню танцует Телор Свифт. И еще там выпускаются тысячи музыкантов, агентов, журналистов. И вот, например, еще какие-то странные чуваки. Но самые странные чуваки, это были мы, когда мы пришли в Royal College of Music. Это как бы королевское учебное заведение. Это вообще вторая по древности консерватория в мире. Вот помните, мы весной ставим тут весну. Вот, короче, у этих ребят 500 концертов в год. То есть два в день. В том числе оперы с декорациями и костюмами. И именно из них набирают королевский оркестр. Ну и вообще они работают в театрах, в операх. Просто в Лондоне как бы около 200 театров. Двухсот! Там вообще в метро выглядит как журнал. Ты типа ходишь, там везде рекламы каких-то новых шоу, спиксаклей, опер, балетов. Что? И еще одно заведение с таким же королевским классическим профилем это Royal Academy. Как же это ж... Я должна быть какая-то очень, очень такая классическая, типа Royal Academy of Music. Такая я должна быть, да? Музыка Там, например, есть совершенно потрясающий зал 17 века, в котором стоит новый орган. Это подарок от Элтона Джона. Да, Элтон Джон – один из наших студентов. Этот фильм «Рокет-ман» был вообще фильм. «Рокет-ман» Нам разрешили подняться на сцену. Ладно, все, сейчас немножечко отпускаем королей и возвращаемся в реальную жизнь. «Рокет-ман» Он раскрывается, смотрите. «Ой, лан». «Ой!» «Ой!» «Я забыла взять ВАЗ». «Она стоила того, правда». Брэдли пообещал нам самую красивую улицу на свете Ну-ка Закрытая улица? Как улица может быть закрыта? Тебе Путин звонит? Да Господин Путин Ты слышишь меня? А вы еще помните вообще, зачем мы приехали в Британию изначально? Сейчас объясню схему. Есть такой гигантский университет University of West London И в нем очень сильный факультет музыки И он теперь просто сам по себе называется London College of Music И мы идем сюда Там прямо на входе доска почета Потому что там учились музыканты из Rolling Stones, The Who и Фредди Меркери Фредди Меркери Где ты учился? Я никогда не думала об этом Там очень университетское образование И у них есть прямо связи с крупными гигантскими корпорациями Которые сразу помогают устроить вас на работу Типа там в BBC Там есть радиостудии, которые обустроены в BBC И что мне очень понравилось Там есть факультеты кино, моды И я даже увидела, как работает студент Над своей дипломной работой Он сделал принц На каком-то желтом квадратике ткани И я у него такая спрашиваю Типа Ммм, класс! А можно мне этот кусочек квадратик забрать с собой? Ведь я, наверное, не нужен Троюная душа Он сказал Ну вообще это карман И это, типа, часть моего диплома В общем, они все делают шоу И потом показывают свою коллекцию На университетском показе моде Потому что, честно говоря, после всех вот этих вот рассказов про музыку Мне уже казалось, что я хочу все бросить и пойти в музыку Но нет Нужно знать свой патт Нужно знать свою дорогу И просто делать максимум на ней Я могу помочь Я могу change the world Я могу помочь в месте Я могу помочь это Я могу помочь в очень, очень, очень bright Колосу Потому что 보고-то Все остальные А это памятник ослепшим ветеранам Первой мировой войны. Слушайте, Манчестер, честно, очень удивляет, он очень красивый. Я вообще-то снимала машину. Спасибо большое. Итак, Чит Хэмс, School of Music. Она для детишек от 8 до 18 лет. Ты сюда поступаешь, учишься как в школе с углубленным изучением музыки. И после нее можешь сразу поступать в консерваторию, либо в какой-то другой университет. Я не могу отделаться от ощущения, что я где-то в Хогвартсе. Вот здесь вот есть бассейн и спортзал, чтобы ребята занимались физкультурой. Это новое здание, в котором сейчас учатся ребята в основном. И мы ходили на концерт некоторых ребят. Такая-то прелесть. И вот здесь место для кадров с достопримечательностями Манчестера. Да, кадров нет. Потому что на все свободное время в Манчестере я поехала исполнять супружеский долг. В сувенирный магазин футбольного клуба «Манчестер Инайдерс». И второй универ в Манчестере был с очень интересным персонажем. Ну, сейчас по порядку. «Манчестер Инайдерс» «Манчестер Инайдерс» «Манчестер Инайдерс» «Сава, скрипач!» Ты правда не знаешь «Горилласс»? Нет, вообще не знаю. А что из поп-музыки ты знаешь? «Манчестер Инайдерс» «Манчестер Инайдерс» «Манчестер Инайдерс» «Манчестер Инайдерс» Я ему сейчас загуглила «Горилласс», понимаете? Потому что он сказал «Горилла?» «Да, хорошо, я посмотрю». «Бьянсе». «Как?» «Бьянсе». «Я не знаком с Манчестером, скажем, но...» То есть, ты не знаешь песню «All the single ladies?» «All the single ladies». Там очень круто сделано то, что в течение учебы уже студенты могут начинать работать. И в этом им помогает условный тип правком. Здесь вот за эти три года я сыграл с основными ведущими английскими оркестрами. За довольно короткий период времени я достиг больше, чем достиг за все эти годы учебы в Москве. Удачи! Спасибо большое! Год учебы там стоит примерно миллион шестьсот, но есть программы для супер-классных и талантливых, с помощью которых можно сузить стоимость обучения практически до нуля. Это, кстати, есть во многих вузах. И как нас научили девочки из Четхэмс, надо делать вот так. Просто надо подавать заявки в разные колледжи. Ну, допустим, Royal College, Royal Academy. And when you will pass and get scholarship... О! И в честь того, что мы вернулись из Манчестера в Лондон, расскажу вам две главные вещи, которые нужно сделать в Лондоне обязательно. Первое, это найти классного фотографа. И я эту вещь сделала за вас. Я вам все нашла. Ира, у тебя проект здесь, да? Фотографии для путешественников в Лондоне. С пост-офис-боксами, с автобусами. Мы можем в автобусах, на автобусе, рядом с автобусом. На автобусе можем. Мы развлекаем британских строителей. Значит, у нас аудитория состоит из уличных строителей. И тех, которые за окном, еще стоят, их, наверное, не видно. Мне очень хотелось именно такого типа атмосферного Лондона. Ира такая... Ну, вы прикиньте, смотрите, чего тут во дворе. Улица как улица, а тут... И вторая, это сходить в музей естествознания в Лондоне. Тот самый, с динозавром. Кстати, он бесплатный для посещения. Представляете, здесь срез дерева от секвойи, которая была посажена в 557 году. Николай Коперник доказал, что планета крутится вокруг Солнца. И Санкт-Ньютон, Чарльз Дарвин. Вот это жизнь. Вот это виражи. И ощущение полета. Кто-то... Ситуация, когда я убрала камеру уже в рюкзачок. И зашла еще в одну комнату какую-то. А тут... Короче, естественно, я заблудилась. И там меня соблазняют пойти в какой-то зал планет. Нет, серьезно. Где выход? Где блин? Я вроде как иду в обратном направлении и опять же в каком-то новом зале. Какими-то, блин, птицами. Но я справилась. И поэтому я вам сейчас покажу еще один обалденно интересный универ. Вот место, в котором отступает от всех классических норм, так это Trinity Laban. Послушайте, как оркестр играет тонущий Титаник. Там реально можно развивать свое какое-то видение классической музыки, оркестра, танцы. И преподаватели прям очень поддерживают вот это вот мышление. И, ребята, готовьтесь. Нам, похоже, последний университет готовили на сладенькое, потому что... Ага! Этот колледж строился для того, чтобы обучать девочек. И коридоры там так и остались широкими очень, чтобы девочки 18 века в этих своих больших юбках могли расходиться друг с другом. Здесь уже целый город. С дорогами, с кампусами, с машинами, мостиками. Секундук. Ты все равно чувствуешься об этом? Секундук. Так, только на другой стороне этого таря, там, и через мою комнату. Ни разу! Мне уже начинает казаться нормальным, что ты можешь выступать вот в таких залах и, типа, получать здесь диплом. Как теперь возвращаться в свой университет, скажите мне, пожалуйста. Можно спрятаться. Здесь очень много углов. Можно спрятаться. Эта идея... Я почувствовала, что я стою в замке эльфов из «Властелина колец», и они поют что-то на своем вечном языке. Секундук. 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 Ты чувствуешь, что ты ненавидела? Потому что это звучит как-то, как-то! О, это было просто всё! На самом деле в такой облике. Иногда, быть в таком облике, во всех этих ангелов и всего, в зале есть такое ощущение. Да! Плохая новость в том, что это последний университет, который будет в нашем туре. Я сейчас заплачу, у меня как будто выпускной. Я прям почувствовала себя студентом здесь. Я правда сейчас заплачу. Вот они используют возможности пятой страны. А нет, они на экскурсии. Они пока тоже ничего не используют. Они пока тоже так ходят. Я просто подумала, когда мы были на факультете еще филмейкинга, у меня столько вопросов, на которые у меня нет ответа, а у остальных людей они уже есть. И я же могу не тратить время на поиски их самой. Я же могу использовать экспириенс человеческий. Но я очень благодарна этому трипу за то, что я в принципе задумалась об этом. И напишите мне, если вы чувствуете то, что я сейчас говорю. Если у вас тоже это как-то откликается в душе, что очень хочется начать открывать больше, начать путешествовать больше, учиться везде, всему, всех. Я очень надеюсь, что эта поездка вдохновила вас так же, как она вдохновила меня. А если вы интересуетесь не музыкой, а чем-то другим, просто постарайтесь сделать максимум на той дороге, которую вы выбрали. А я выбрала дорогу в аэропорт, на который по пути решил заехать в Кэмпдон Таун. Мне так понравился этот рынок, что я решила опоздать из-за него на самолет. Мы встретились с Брэдли, и он после работы, он переживает, что немного странно выглядит сегодня. Чтобы вы понимали! Брэдли, бэдли, бэдли, бэдли. До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Вау! Прикол! О, спасибо! Спасибо! Это такой хипстерский райончик, да? Да, Кэмпдон Лок. Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером, нас зовут фонари. Я не хочу. Ты не хочешь заходить туда? Нет. Why? Слишком много черных, но не страшно. Посмотри, какой он приветливый. Ты учишься вместе с сыном, Олег Гонбайнер? Да. Ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю в судьбе. Ай-яй-яй, ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю в судьбе. Ай-яй, ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю в судьбе. Все идет к тому, что... Короче, мой самолет через меньше, чем 2 часа. Я еще в городе, и вот сейчас еще полчаса будем ехать на аэроэкспрессе в самолет. И что-то мне уже это все очень не нравится. У меня огромный чемодан, поэтому я уверена, что у меня будет перевес, передоз, недосып. Плохая новость. Чтобы добраться до моего терминала, нужно пересесть на другой поезд, который будет через 20 минут. Я не мера своего счастья. Субтитры делал DimaTorzok А смотрите, у меня есть! Что это? Это не Таня! Да что ты говоришь! С вами была Таня Старикова. Хорошего вам дня! Субтитры делал DimaTorzok